Как у Путина. Алексей Русских начал штаб по комплексному развитию региона с прошедшей на той неделе прямой линии с президентом страны. Главе государства поступило больше двух миллионов обращений граждан через колл-центр, приложения на смартфонах и смс. Русских признал эффективность метода открытого диалога с жителями региона и намерен воспользоваться положительным опытом. Главное, считает глава региона, отсутствие модерации и корректировок неудобных вопросов. Считаю, что подобный формат открытого общения с людьми необходим также в Ульяновской области. В частности, он будет крайне полезен для власти на местах, позволит открыть глаза на ранее незамечаемые проблемы. Также глава региона намерен разобраться с мобильными операторами и качеством сотовой связи в Ульяновской области. Он добавил, что часто выезжает в районы. Посетил уже почти все. И везде качество связи оставляет желать лучшего. Даже в Ульяновске. Очень плохая сотовая связь. Даже в Ульяновске есть места, где качество связи оставляет желать лучшего. Необходимо особая всех сотовых операторов, которые у нас работают в регионе, понять причины, почему у нас некачественная связь. Как всегда, не обошлось и без коронавирусной повестки. За последние сутки зафиксировано 156 случаев заболеваний ковида. Это больше, чем предыдущие суточные показатели. И выше статистики аналогичного периода прошлого года. Самая высокая заболеваемость отмечается в Старомаинском, Чердоглинском, Цельнинском, Инзинском районах. Большинство заболевших – ульяновцы от 65 лет. С 7 числа планируется открытие дополнительных коек на базе Большеногаткинской районной больницы. Сейчас им уже дано поручение о подготовке. Плюс 1277 тестов проведено. С начала прививочной кампании в регион поступило 224 192 комплекта вакцины. Это 37,7% от потребности. Алексей Русских настоятельно рекомендовал не снижать темпы тестирования и вакцинации в регионе. После перешли к обсуждению ситуации на рынке труда. Согласно данным агентства развития человеческого потенциала, Ульяновская область – один из антилидеров ПФО по уровню зарплат. При этом еще и наблюдается снижение среднего уровня оплаты труда. А потребность в кадрах растет. С начала 2021 года создано чуть больше 14 тысяч рабочих мест. Необходимо принимать меры по увеличению доходов населения, потому что они крайне низкие. Даже позор, я считаю, для Ульяновской области. Русских просил собрать руководителей крупных предприятий, фермеров и бизнесменов. Хочет выяснить, как они планируют повышать зарплаты своим сотрудникам. Уже которую неделю в повестке штаба «Вода» в Ишеевке и Шиловке ситуация после дождя стала улучшаться. Однако перебои с водой начались в пригороде. В Красной зоне – Луговое, Кротовка, Кувшиновка, Лаишевка. Основная причина – питьевую воду используют сверх нормы. Ей поливают огороды, газоны, заполняют бассейны. Но все понимают – дожди лишь снятие симптомов, а не комплексное решение. Мы понимаем, что системно проблему недостаточного количества подаваемой воды может решить эта прокладка новых водоводов. Общую цену мы вывели, она составляет по пригородной зоне 210 миллионов рублей. Сегодня готовится проектно-смертная документация для того, чтобы наш Ульянск водоканал защитил новую инвестиционную программу и в ближайшие 2-3 года мы полностью эту проблему сняли. На штабе также подсчитали ущерб, нанесенный непогодой в начале прошлой недели. Больше всех от урагана и ливня пострадали Инзинские и Старокулаткинские районы. Урон двух муниципалитетов – 33 миллиона рублей. К счастью, человеческих жертв удалось избежать. За все существование Инзинского района такое произошло впервые. Это, по крайней мере, говорят, живущие сегодня. После русских обратился к заведующей природой и цикличной экономики в регионе Гульнари Рахматулиной. Работает или нет – вот в чем вопрос. Речь о предприятии «Гиппократ» в Меликесском районе. Ранее завод по производству спиртосодержащих изделий попадал в скандалы, связанные с загрязнением окружающей среды. Порядок наведем, потому что мы живем здесь, мы и в Волге купаемся. Не должны позволять предприятиям, которые у нас работают в области, чтобы они в этой части безобразничали. В конце заседания глава региона анонсировал приезд в Ульяновск высоких гостей. Среди них министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патуршев, министр строительства ЖКХ Ирик Файзулин. В августе ожидается приезд министра культуры Ольги Любимовой, а также министра обороны Сергея Шойгу. Рината Леулова, Данил Сурков, Артем Куранов, Уллправды ТВ.